четыре способа монтировать final cut быстрее поехали первое о чем я хочу рассказать это про компоновку клипов к примеру смотри у нас есть primary storyline это основная линия которая у нас магнитится она еще называется магнитная тайм-линия мы можем скидывать сюда вот так клипы и они будут друг другу магнитится в общем и если мы пытаемся оттянуть этот клип куда-то в сторону ты видишь что у нас становится магнит эта особенность называется магнитность тайм-линии но что если у нас сверху основной тайм-линии будут какие-то еще кадры например если у нас есть какой-то человек который рассказывает какую-то историю например у нас есть фабиана и мы хотим сверху сделать перебивочные кадры которые правило называется бирол если на primary storyline мы двигаем клипы мы видим что они смагничены и сконнекчены друг другу и вся дорожка двигается чего не скажешь про secondary storyline если мы двигаем тот или иной клип да у нас остается пространство над клипом для того чтобы сделать primary storyline сверху этого клипа и объединить его в группу мы можем создать отдельную секвенцию которая у нас будет служить цельным биролом это делается очень просто выбирается все клипы называются комбинация клавиш команды образуется такая как бы еще одна магнитная линия но уже сверху нашего основного а ролла мы можем перетаскивать удлинять их и таким образом клип у нас магнитиса и пустого пространства у нас не остается для того чтобы перетащить это уже созданную секвенцию мы берем за вот серую область и перетаскиваем куда нам нужно это очень удобно тем что допустим у тебя есть как я уже сказал говорящая голова которая что-то рассказывает и у тебя есть перебивочные кадры которые ты хочешь соединить в одну секвенцию ты просто их группируешь таким образом создаешь отдельную магнитную секвенцию которая будет тебя служить твоим биролом погнали дальше ну давай раз уж мы заговорили про primary и secondary storyline я покажу как можно перенести клипы из основной тайм-линии во вторичную хочу сказать что это может оказаться невероятно полезным например вот эту серию кадров я внезапно я решил сгруппировать и поднять ее над тайм-линии это делается просто нажимается общей команды вверх и мало того что у нас она сразу же превращается в бирол который образует secondary storyline так еще плюс к этому у нас образуется вот эта серая область это очень полезная область про нее буду говорить часто эта область называется гэп будет встречаться довольно часто далее переходим к следующий киллер фичи и это аудио роли предположим у меня есть большой проект например этот в котором у меня очень много разных диалогов есть люди которые что-то рассказывают есть звуковые дорожки есть дорожка с музыкой есть дорожка с диалогами также у меня есть аудио эффекты вот например я хочу внезапно применить какой-то эффект пример диалога в проекте диалоги где говорят люди или это синхрон я хочу подкорректировать их звук но так как у меня много кадров мне неудобно выбирать каждый из них и корректировать звук отдельно для этого я могу применить эффект всей аудио дорожки целом и причем что это аудио дорожка будет это именно диалоги для этого во первых не нужно отделить аудио дорожки диалогов от видео дорожек я нажимаю вот сюда в индекс и здесь нажимаю кнопку show audio lines показать все аудио линии таким образом final cut разбивает отделяет все имеющиеся аудио от всех имеющиеся видеоклипов эффекты у нас идут в отдельной строке музыкой у нас идет в отдельной строке диалоги помеченные синим у меня идут в отдельной строке на самом деле в этом проекте я не сильно запарился по диалогам и не разбивал их по аудио ролям потому что у меня всего несколько говорящих голов но тем не менее какой-то эффект я могу сюда к ним применить и так что делаем дальше нажимаем команд а выбрать весь проект после того как ты выбрал все клипы и ты уверен что у тебя выбраны абсолютно все аудио дорожки видео дорожки все фрагменты видео нажимаем сочетание клавиш общем g для того чтобы сделать компаунд клип называемого как-нибудь да без разницы как не нажимаем и у нас появляется скомпонованный клип в котором отдельно идут диалоги отдельные идут аудио эффекты отдельно идет музыка ну разве не прекрасно и мы можем уже здесь работать непосредственно с дорожками и применять какие-то эффекты это очень удобно допустим смотри мы отключаем клавишей вы отключаем аудио и звуковые эффекты и слушаем только диалоги это супер удобно дальше мы просто берем открываем аудио эффекты все здесь выбираем компрессор притаскиваем сюда такой эффект у нас применяется ко всем диалогам это очень удобно это просто безумно удобно для того чтобы выйти из компаунд клипа тебе нужно просто нажать на стрелочку обратно и мы возвращаемся обратно к нашему клипу для того чтобы присвоить аудио роль нажимаем правой кнопкой мыши на аудио дорожку выбираем ассиг аудио rolls и выбираем здесь роль которую нам нужно это может быть либо эффект он выделяется фиолетовым цветом либо диалог он выделяется синим цветом третий трюк для быстрого монтажа это также работа со звуком например перед диалогом мы хотим сделать потише раньше я использовал вот такие ключевые точки зажимаем клавишу option ставим две ключевые точки здесь и две ключевые точки здесь тянем вниз опускаем на нужное количество нам децибел в этом месте таким образом мы делаем плавный звуковой переход с музыки речь нашего интервью рума в общем как можно сделать это проще быстрее и буквально одной клавиши выбираем range selection просто выбираем отрезок где мы хотим уменьшить наш звук по громкости и final cut сразу же сам добавляет нам ключевые точки и делает звук плавный вот такой быстрый прием по уменьшению децибела на звуковой дорожке так четвертая фича которую я использую в своем монтаже и очень рекомендую использовать тебе это мой любимый прием это конечно же гэп это вот эта серая область я уже говорил что про гэп буду говорить постоянно потому что иногда тебе хочется чтобы таймлиния не была магнитной тебе нужно расположить клипы пример не подряд через один и оставить какое-то пустое пространство для того чтобы использовать его в дальнейшем для этого я использую гэп есть несколько вариантов его добавления мы можем избавиться от какого-то клипа например мне нравится вот этот отрезок просто нажать shift дел появится вот такая серая область если я это сделаю простым удалением клипы схлопнутся им линия магнитная поэтому они друг другу примагнититься также мы можем добавлять гэп в любое место куда захотим нажимаем option w добавляем в это место гэп добавив его мы можем его раздвинуть таким образом мы даем нам пространство для еще какой-то резки клипов дальше хочу рассказать еще одну интересную штуку с которой я использую гэп когда мы создаем новый проект когда мы начинаем монтаж мы скидываем кадры данной линии вот у нас есть какие-то кадры вот у нас есть трек трек у нас автоматически становится примагниченным первому кадру но что если этот кадр нам не понравился мы хотим его либо переставить либо удалить естественно он будет нас удаляться вместе с аудио дорожкой которая к нему примагничена также мы не сможем его переместить вернее сможем переместить но он будет перемещаться у нас вместе с аудио но что если мы монтируем под этот трек я предлагаю делать вот что time skimmer в начало начала нашего проекта нажимаем option w у нас появляется пустой пробел нажимаем два раза вот сюда на часики и выбираем один фрейм один кадр таким образом у нас появляется один кадр который ни на что не влияет и мы можем спокойно дальше монтировать делать какие-то махинации с первым клипом то есть передвигать и где там удалять можно и сохраняя при этом наш трек целости и сохранности примагниченный к одному кадру гэпа продолжая тему о том что аудио дорожка у примагниченная к первому кадру допустим ты не хочешь добавлять гэп у тебя каким-то может быть религиозным соображением ты не хочешь его использовать ты можешь отконнектить и приконнектить свою аудио дорожку к любому другому клипу это делается двумя клавиш выбираем нашу аудио дорожку и зажав alt command выбираем клип которому хотим приконнектить нашу аудио таким образом видишь она приконнектилась уже не с самого начала приконнектилась вот у нас с 20 секунды это можно сделать в любом абсолютном месте выбираем здесь вишен коннектится здесь либо можем приконнектить к этому клипу так далее на этом пожалуй все это было четыре трюка по ускорению твоего монтажа надеюсь тебе это было полезно монтируй больше монтируй чаще смотри хорошие фильмы пока